Приветики-приветики! Процесс окрашивания все еще продолжается. Здравствуйте, здравствуйте! Хочу попросить еще Мирославу поотвечать на ваши вопросы. Мирослав, во-первых, спрашивает, как часто нужно делать ботокс для волос? Есть ли накопительный эффект? Накопительного особого эффекта нет. Это не терапия. Делается раз в три месяца. Это по протоколу. По факту я говорю девчонкам-блонбинкам. Все вымывает быстрее. В том числе раз в два, два с половиной месяца. Мы смотрим по состоянию волос. А еще спрашивают, как часто можно мыть голову с ботоксом для волос? Это странный вопрос. То есть он не вымывается от матьем или вымывается? Ну, конечно, он все вымывается. Если мы изнутри мы мажем лицо, сколько растений? То есть минимум два. Соответственно, так мы можем помыть голову, не воспользовавшись средствами для волос. Хорошими, да, чтобы они были классные в состоянии. Водокс нам в этом помогает. Поэтому, конечно же, он смывается постепенно. Потому что это долгосрочное прошлое. И она работает глубоко внутри волоса. Это не просто масло, не просто поверхность. А беременная можно делать с просчет? Можно. Это же не проникает. Если вы без предрассудков, я вот всегда так говорю. Если вы без предрассудков, можно и кратиться, можно делать все. Потому что, на мой взгляд, беременная женщина должна быть красавицей. Ну, это сто процентов, конечно. А еще бальзам. Ухоженные. Еще спрашиваю, можно ли использовать маску и бальзам одновременно? А зачем? Если у вас очень сухой волос, и есть в этом необходимость, можно. Единственное, что в принципе, по практике могу сказать, после маски бальзам не нужен. После хороших. Конечно, они же расчесываются. Да, в прекрасном состоянии. В момент такой могу, как нюанс, так сказать, в использовании для гландинок масок и бальзамов, не снимайтесь до скрипла. Ну, это все так говорят, да. Да, когда вот еще один разочек хочется ополоснуть вам, вы вот этот разочек... Не делайте. А лечение кератином сколько держится, спрашивают? Кератин мы сейчас не делаем, отказались. Ну, его многие уже не делают. Кератина, но, скажем так, кудрявых у нас клиентов нет. Мы в основном работаем с славянским типом. Это пушащийся волос. И пушащийся волос. Это лучше будет. А после кератина волосы, как сопли какие-то, вот, ну, чересчур, грубо говоря, он сильно, слишком выпрямляется. Это больше на распрямление завитков. Я поняла, да. Какие витамины для волос посоветую, что вы спрашивают? Витамины по отзывам могу посоветовать. Почему? Потому что я не фармацент. Ну, правильно, да. По совету, при выпадении у меня девчонки пили пентабит. Обычные витамины недорогие. Хорошо восстанавливают. И нужно курса мирная пропить. Два-три месяца. Хорошие отзывы, потому что отзывы клиентов я собираю. Сейчас покажу одну штуку, которая очень классная. Это натиска плей. Где-то сюда. Здравствуйте, здравствуйте, красавица моя. Это серия. Это серия VH. Вот это. А, нет, нет, подожди, это масло. В такой же бутылке есть эссенция. Это масло для концов? В такой же бутылке есть эссенция против выпадения. Лечебная сыворотка по отзывам. Девчонкам восстанавливаем выпадение на ГВ через две недели. Ой, как круто. Это даже девочки я отвечу, что окрашивание не вредит волосам, а наоборот их лечит. Как правило, и окрашенные волосы выглядят лучше. Вот, Мирославе, спасибо. У меня продолжается процесс. Ну, почему так долго сегодня? Потому что уже говорила, да? Нам пришлось делать пилинг. У меня были после предыдущих окрашиваний, после предыдущего мастера, к сожалению, были полосы на волосах. Вот показала мне их Мирослава. И пришлось их пилингом убирать. Вот, ну и как бы давно нормально, вот качественно меня не красили, оставалась седина и так далее, то и тому подобное. И вот уже второй раз у Мирославы спасаются от предыдущих проблем. А теперь, уверена, все будет хорошо. С Мирославой раньше работала. И девочки, все, кто к ней приходят по моей рекомендации, конечно, все довольны. Вот, и, конечно же, все-таки мне как-то комфортнее работать с такой вот профессиональной девушкой. И очень хорошо, что у человека как бы не надломлена психика, да? То есть у нее... Ребята, ну, конечно же, я давно привыкла к имплантам, а чувства инородного тела нет ни у кого и никогда. У вас какие-то странные фантазии. Как повторить, как называются витамины? Сейчас спросим. Сейчас, Мирослав, повтори, как вы называете витамины. Витамины называются пентавид. Обычно они там три копейки стоят, по-моему, в аптеке. Ну да, да, да. Витаминки. Пентавид. Почему уходила от Мирославы? Потому что в свое время поработала с другим стилистом. Почему я поработала с другим стилистом? На самом деле, сейчас расскажу, как есть, будете ржать. Когда я находилась на Пхукете, когда я нахожусь на Пхукете, мне все время очень скучно. Да, очень скучно, потому что там как бы, ну, я вся в спорте и не особо, не особо есть с кем развлечься и удовлетворить свою женскую душу. Вот. И один стилист начал написать постоянно директ какие-то приятные вещи, какие-то хорошо выгляжут, что он как бы вот хотел бы со мной поработать. Я на него посылала такой симпатичный мужик, думаю, приведу, потрахаюсь с ним, думаю, ну, как бы, ну, чего нет-то, господи. Понравилось чисто внешне. Приехала. Вот. Я такой человек, если я начинаю сразу с кем-то работать, я, ну, какое-то время продолжаю. И я, конечно, поняла, что, ну, нет смысла, нет смысла и так далее, тому подобное. Вот. Ну, естественно, да, энергетика от мастера очень важна. Вот. А, ну, как бы, скажем так, что сказать, все-таки надломленная психика людей, еще раз скажем, вот, с не совсем здоровой ориентацией, она дает о себе знать. Я, когда работала в свое время, у меня много было таких людей в окружении, их стоит достаточно много, да, они очень талантливые, но вот это вот чересчур, что-то какая-то странная обидчивость, вы знаете, да, ребят? Портит ли волосы наращивание? Нет, если вы делаете качественное наращивание, естественно, оно не портит ваши волосы. Вот, естественно, оно не портит ваши волосы. Про витамины, ребят, посмотрите, пожалуйста, сначала. Сначала вы пост, вернее, эфир, и все услышите. Что касается, можно ли наращивать волосы всю жизнь? Слушайте, ну, я очень давно наращиваю волосы, очень давно, и мои волосы только не пострадали. Так же, как блондинку, ребят, и блондинку я крашусь тоже, ну, прям вот очень давно, да. Крашусь я блондинку, сейчас я вам скажу, так, 55, 30 лет. И с волосами у меня все хорошо. И вот даже скажет Мирослава, скажи, Мирослава, что волосы у меня как бы их тонкие, но они в очень хорошем состоянии. Для блонда в идеальном состоянии, потому что, естественно, требовать от блонда то, что мы можем требовать от окрашивания в темный волос, не стоит. Мы всегда должны помнить, что блонд это более хрупкий и более нежный волос, который требует большего ухода к тебе. Поэтому все нормально. По поводу наращивания, с Леной согласна полностью. Если делает мастер качественно, аккуратно, у вас ничего не выпадает, аккуратненько делайте коррекцию, волосы не травмируются. Мы вот с Леной, когда она снимала, делали между наращиванием ботокси, для того, чтобы уплотнить волос. И он, кстати, хорошо отрастает тогда. То есть на ботокс мы ставим капсулы. Ну, Лена там у девочки у своей делает, у нас тоже есть мастер, но это отдельная история. Ребята, в инстаграме у Мирослава, естественно, есть. Я в сторис уже Мирослава отметила. Сейчас, когда мы сделаем до-после, тоже обязательно Мирослава отмечу. Брови у меня татуаж. Темный цвет волос у меня был один раз в жизни. Я же вам сказала, да, у меня теперь голубая галочка. Кто еще не видел, меня не поздравил. Она у меня уже два или три дня. И поэтому поздравления все еще принимаются. То есть вот эта вот галочка еще раз доказывает, кто у нас звезда, кто слово в рифму. Вот, ребят, я не хочу... Давайте мы раз и навсегда закончим разговор о моем предыдущем мастере. И, пожалуйста, не присылайте мне в директ скрины того, что этот мой предыдущий мастер выкладывает в сторис. Ну, у меня было раньше много мастеров, но никогда не было таких ситуаций. Понимаете, я не давала предыдущим мастерам, как и не даю Мирославе, клятву на крови, что я всю жизнь теперь буду краситься только у Мирославы, как и предыдущего мастера тоже. Поэтому вот эти вот обиды, я еще раз вам хочу сказать, то, что я ушла к другому мастеру, еще раз хочу сказать, это вызвано, ну, нездоровым какой-то, нездоровым состоянием души, да. Часто это бывает по разным физиологическим и психологическим причинам. Мы не будем об этом говорить с вами. Вот, по поводу наращивания, вы знаете, я не устаю от такого ритма жизни, я к нему привыкла. По поводу наращивания, я, ну, делаю наращивание микрокапсулами, даже не как она правильно называется, я 20-го буду делать наращивание и расскажу вам. Кстати, у Мирослава тоже есть девочка, которая занимается наращиванием, делать все это очень профессионально, вот, так что аккуратно, так что если есть какие-то вопросы, вы будете. Поместить удобно, поместите удобно, поместите удобно, поместите удобно, снял волосы, накрасил, тут же нарастил, это удобно. Тут же тебя колорист проконсультировал, и тут же тебя проконсультировал, мастер по наращиванию. Ну, в общем-то, ищем своих мастеров, потому что правильно Лена сказала, я согласна полностью, что энергетика очень важна. И я, конечно, в своей работе отдаюсь на миллион. Вот, девчонки у меня так же, меня очень радует, когда приходят и говорят, что Мир, у тебя такая атмосфера классная в студии, ну, реально, прям, вот, меня это очень важно. Вот опять вот вопрос, как вы относитесь к джентльмену, который раньше красил вас, почему он вас оскорбляет? Ребята, я не знаю, почему не оскорбляет этот молодой человек, вы как бы знаете, да, не считая сегодняшнего эфира, я ничего вообще о нем не сказала ни одного плохого слова, но мне просто грустно, да, что вот, что люди такие. И хочу просто вам посоветовать, как бы, ну, не обращать на это внимание, наверное, а ему пожелаем мира, добра, любви. Ну, пускай, я понимаю, что парням сложнее, понимаете, не так много парней, которые, которые готовы любить. Какие-то, знаете, несостыковки, они переживают ссоры, может он с кем-то расстался, может у него там что-то, кто-то его обидел, скорее всего. И на это наложился еще вот этот мой уход, понимаете, и, видимо, это вообще подкосило, это, видимо, вообще подкосило его, как бы, психику полностью. Потому что я вообще не понимаю, ну, как можно, ну, как можно на меня, во-первых, обижаться, это раз, выставлять обо мне какие-то сторисы, это два и так далее, и тому подобное. Вот. Ребят, будет очень хороший цвет, я вам все покажу. Вот так мы достаточно темные сидим, это особенно с лейбла, она очень на воздухе плотно пигментируется, потому что краситель плотно пигментированный, он хорошо убирает рыжину, желтизну, русые оттенки не смываются, долго носятся. За счет этого очень темно всегда в мокром виде и в накрашенном, очень прозрачно, красиво, чисто получается потом в готовом виде. А у лейбла есть медные оттенки, спрашивают? Рыжий, да, медный, там орехи есть, очень много, там богатая палитра, почему этот краситель крутой, но его немножко боятся колористы, потому что там каждую формулу составляет мастер сам, индивидуально. Ну, чем колет лоб? Лоб колет исключительно ботулотоксинами, а как они называются, какая концентрация, это всегда по-разному. Вот, а так, естественно, ботулотоксинами колю лоб. Сейчас, кстати, в идеальном состоянии лоб, как и все остальное. Вот. Спасибо вам тоже, хорошего дня. Что делать, когда выпадают волосы? В начале эфира рассказала об этом Мирославу, показала средства. И вы, пожалуйста, послушайте внимательно. Естественно, я прекрасно понимаю, и челны, я знаю, что все адекватные люди будут уважать мою позицию, и как бы, потому что у меня нормально, логичная позиция. И то, что клиенты иногда уходят от мастеров, не только потому, что человек может быть, ну как, хочется что-то новое попробовать, новый взгляд, новую руку, локация. Да, по разным причинам абсолютно не совсем. Вот сейчас просто у Мирославы, у нее, как это вообще место-то называется, ну здесь Динамо метро рядом, и у нее, например, да, у меня сейчас я на такси приехала, сама обалдела, пробок нет, я на такси приехала за 11 минут сюда, вы можете представить. То есть локация, когда очень вы спешите, это тоже имеет огромное, просто огромное значение. Хеллоу всем, мои дорогие, вот. Когда у меня появилась седина, слушайте, ну у меня достаточно поздно появилась седина, на самом деле, у меня и у мамы как бы седина. А, джентльмен говорит, что вы ему предлагали секс, но он не спит со старухами. Не, ну я понимаю, что джентльмен не спит со старухами, он спит со стариками, ему это больше нравится, я никого в этом как бы не обвиняют, совершенно нормально. Ну, вернее, это не нормально, да, но я выбор людей уважаю, я толерантный человек, я ему предлагала секс, он не спит со старухами. Господи, Боже мой, ладно, все, ребят, давайте, давайте эту тему закроем, я не хочу пиарить еще одного этого, еще одного героя, хватит с меня, свинки Пеппе. Осталось только вот этому господину, который не спит со старухами, слиться в словесном оргазме, а может быть не в словесном, а своим бывшим мужем, с которым слилась это черно. О, и может быть, наконец-то они найдут друг друга, да, может быть, все успокоятся, потому что это реально трэш какой-то. Какой фирмы ботокс, и про кератин уже сказали выше, какой фирмы ботокс, какой-то японский же тоже, да? Да, у меня японский ботокс, у меня краситель Япония, и ботокс тоже Япония, не лейбл, хонма Япония. Ботокс сделала, мне очень понравился, я всегда сохраняю эфир. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Ну, если иногда не слышно, может быть, если вас это напрягает, вы тогда можете просто выйти из эфира. Что делать, если мастер сжег волосы напрочь? Ну, ребят, я даже не знаю, может быть, вам это только кажется, потому что мне сложно представить, как это мастер сжег. Ну, придите к мастеру, покажите ему, если он, правда, сжег, он реально будет как-то исправлять. Ну, уже, к сожалению, не приклеишь к девочке. Нет, я не проходила никогда тренингов на любовь к себе и принятие себя, я люблю и принимаю себя. Вот. Что еще сказать вам, мои дорогие? Я еще сейчас, ботокс и диспорт, это одно и то же, да, если вы имеете в виду для лица, там одно действующее вещество, бутылотоксин, он просто в разных вариантах. Процедуру я первый раз пошла в 37 лет, я вам уже рассказывала. Просто до 37 лет, это было уже 20 лет назад почти, не было еще в России никаких процедур. Что я делала? Я сделала сразу, естественно, ботокс, он появился в России, и делала я мезотерапию. Вот. А как выбрать правильно, нужно грамотно выбрать врача. Вы придете, и вам ничего лишнего не посоветуют. Вот почему я уже 4 года хожу в мою слуху косметолог-пластику, сейчас делала плазму, плазмолифтинг у другого доктора, потому что у Ирины Василенко нет плазмолифтинга пока. Просто это грамотные врачи, хирурги по образованию пластические. Естественно, они... Естественно, они грамотно подойдут, и никогда вам ничего лишнего не посоветуют. Да, спасибо вам за ваши комплименты. Да нет, у меня не сегодня день рождения, мои дорогие. У меня день рождения в апреле, 6 апреля. Я просто делаю кучу всяких мероприятий, потому что я улетаю на следующей неделе на Пхукет на 2 месяца. А там я... Слушайте, перед кем я извинилась, а теперь опять оскорбляю. Да что за странные люди у меня в эфирах? Перед кем я извинилась-то, я как не могу понять. Вы опять про свинью Пепу, что ли? Я не перед ней извинилась. Я извинилась за то, что я назвала ее бритым халком и получудовищем. А она как была жирная, так и есть, да? Как была свинья, так и осталась. Вбейте в гугле в поисковик. Жирная из дома 2. И вы увидите, кто выйдет. Поэтому это не оскорбление, это факт. Каким цветом вас тонирует? Ребята, каким цветом меня тонирует, вы увидите, когда будет результат. Таксист не отказался, и больше никто не отказывался. Я уже сегодня рассказала, что Яндекс извинился, сказал, что таксист уволен, и дали мне скидку на 300 рублей. Вчера, прикинь, таксист на меня проезжает и присылает мне в чате сообщение. Я не езжу в короткие поездки, идите пешком. Слышишь, дебил? Комфорт плюс. Поездка в 380 рублей. Комфорт плюс, как выставляете? Я вообще была... Мне вот реально челюсть отвисла до этого. И что говорить тогда? Каких мужчин вы любите? Я люблю мужчин, мужественных, а не яйценосцев, да? И люблю мужчин, которые любят женщин. А не тех мужчин, которые любят мужчин, так еще мало того, что на женщин они обижаются, еще их оскорбляют. И это может быть что-то новое, наверное, да? То есть это вообще просто ржато, ладно. Все. А кого из родителей вы похожи, на папу или на маму? А я больше на папу похожа. Я больше похожа на папу. Хотя со временем стала похожа на маму. Видимо, все за 50 без волос похожи на Наргиз. Видимо. А Наргиз разве за 50? Я думала, она моложе. Да я была как-то лысая. Каким красителем работает мастер? Лейбл. Я же вам рассказывала, ребят, что я лейблом крашусь у Мирослава. Я вам рассказывала. Предыдущий эфир мы сохранили. Королев, привет. Ну ладно, ребят, сейчас уже я буду сушиться и полечу в массе матинели на маникюр, педикюр. Краснодар я вас тоже обожаю. Поэтому выключаю. По поводу, сколько стоит работа, вы, я еще пока не платила, не знаю. А вы заходите к Мирославе в Инстаграм, сейчас еще раз ее отмечу. И вам все расскажут. Где я сейчас крашу волосы в салоне у Мирославы. Так и называется. Салон колористики Мирославы Егоровой. Сейчас в сторис смотрите. До и после с отметкой Мирославы Инстаграма. Вот. Я еще раз хочу сказать, что ручаясь до Мирослава, работала с ней до, после. Возможно, буду работать еще какое-то длительное время. Возможно, найду еще кого-то. Еще раз говорю. Я только мужням не изменяю, когда в браке. Я замуж больше никогда не выйду. Поэтому это нормально. Вот. Конечно. Женатый мужчина, это нормально в смысле? Вообще женатый?